Тем временем, станция Кривой Торец под усиленной охраной силовиков. Ситуация там по-прежнему напряженная. Так был ли это силовой разгон, как утверждают протестующие? Где участники блокады сейчас? В каком состоянии? И что обо всем говорят правоохранители? Все узнаем у Руслана Смещука. Ему удалось побывать на редуте. Руслан, здравствуй, расскажи, какая ситуация сейчас? Тебе слово. Руслан, здравствуй. В данный момент там уже восстановили железнодорожное движение. Составы и груженые, и пустые проезжают в обе стороны. Во время блокады ничего не было, никакого движения. Ага. А сегодня? Я говорю, сегодня вот третий поезд. Также нам удалось пообщаться с командиром разогнанного редута. Он сообщил, что все началось после появления на позициях сотрудников СБУ, которые проверили документы у участников блокады. А когда узнали, что на позиции есть зарегистрированное оружие, также проверили документы и на оружие. После чего потребовали от участников передать вооружение на хранение. После того, как участники блокады отказались это сделать, сотрудники СБУ покинули позицию, и вскоре начался штурм. После чего, через пять минут, к нам подлетели вот эти вот орлы, вот точно в такой форме, с точно такими шевронами полиция, в балаклавах, на двух зелах, с пальбой из автоматов. Начали избивать людей. Были все избиты, все были одеты в наручники, развезены по разным райотделам в разные города. И сегодня же генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во время задержания вооруженных людей на железнодорожной станции Кривой Торец никаких нарушений со стороны правоохранителей не было. За той информацией, которую я отримал от правоохранных, я подкреслю, на разі інших пока нет, от правоохранных структур, порушений законности при затримании людей и вилучении в них зброи, которая утрималась в супереч положениям при ее утримании, потому что мысливскую зброю не можно носить по улицам, а тем больше в зоне АТО, где вообще любая зброя, крим військовослужбовцам, заборонена. Ну и вчера министр МВД Арсен Аваков заявил, что во время проведения контрдиверсионной операции и задержания участников блокады пострадавших не было. Однако сегодня сами участники вчерашних событий нам рассказывали совершенно иное. Они показали несколько переломов, а также медицинские справки о снятии побоев. И также в Торецкой городской больнице нам сегодня подтвердили, что как минимум один участник торговой блокады после штурма нуждался в медицинской помощи, и ему ее оказали. Бросали людей на пол, наручники, и затягивали вот так вот, чтобы руки выламывали. У нас у всех правые руки здесь вот. У меня есть побои сломаны, вывихнут пальцы людей, голова, сотрясение мозга. Это у всех, кто там был, у всех есть какие-то увечья, есть пробитые головы. После этого нас посадили в Торец, и мы стояли пять часов. Скорая привезла одного. Его там в санпропускнике обезболили, полиция назад его забрала. Кто он, что он, мы не знаем. Ну и еще одна интересная деталь. Все задержанные, с которыми нам удалось пообщаться, проходят по этому делу как свидетели. В доказательство своих слов они показали нам соответствующие повестки. Сегодня же на соседнем редуте торговой блокады в Бахмуте готовились к штурму. По поступившей информации, он якобы должен был состоять, во второй половине дня, но вот не состоялся. И сегодня же в штабе блокады заявили, что по мере сил они попытаются возобновить блокирование железнодорожной ветки в Кривом Торце. Мы ожидаем приезда людей новых. Мы будем перекрывать эту ветку, потому что, мы говорили, по ней шло до 60 эшелонов в день. Ну и вот самая свежая информация. Буквально час назад под Славянском на блокпосту произошла стычка между сторонниками блокады и правоохранителями. Как пишут в ход, даже пошел слезоточивый газ и дубинки. То есть, как вы видите, ситуация остается достаточно напряженной. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий вокруг торговой блокады здесь на Донбассе. Студия. Руслан, спасибо тебе за информацию. Это был Руслан Смещук. Он следит за ситуацией в Донецкой области.